Ну, видишь, это моя ошибка была. Ну, нехорошо, что здесь есть. С этого момента тут будет. Значит, у тебя там цифры-то бегут? Бегут. Все, нормально, держи так. Вот, часами. Его приняли в трамвайное депо. А в трамвайное депо ломаются трамваи-то. Один трамвай встал. Проходит время, второй трамвай встал. Третий. Ничего не могут, ищут. Объявления дают, ищут. И он наткнулся. И он эти все трамваи поставил на ноги. Это большой специалист был. Ему разницы не было, какая техника. Раньше были японские магнитофоны, кассеты небольшие. Их нельзя было ремонтировать. Говорили, нельзя вскрывать там, ну, что-то такое. Мы когда приезжали во Фрузии, то там баптисты, адвентисты, православные, кого только не было, все тащили магнитофоны. Он все на ноги поставит. Я не знал, что он не знает. Вот едем мимо свалка, дымится. Он сразу, давай заедем, заезжаем. Ну, выброшенный холодильник. Он посмотрел, да, холодильник-то хороший. Да как он хороший. А он его оттуда принес, отремонтировал, мне поставил. Вот едет, мужчина там копается в капоте. Он мимо проскочил, а я сзади сижу. Он затормозил. У мужика что-то неладно с машиной. Я говорю, еще, так помочь надо. Я говорю, так машин-то сколько, никто ж не помог. Ну, может им некогда. Я подошел, чего у тебя мужик? Да вот то, другое. Он провода натянул, ему где-то что-то подзарядил. Он заторохтел, а мужик поехал. То есть у него было много бы друзей, если бы он брал адреса. Вот швейная машина приедет, где швейная машинка, он ее отремонтирует. Это даже для него никакой не разговор. То есть по любому вопросу, который, ну, можно было бы где-то коснуться, он все это делал. Это вот было. И когда начальник, я не знаю, с трамвайной депо ушел или нет, уже его сильно ценили. И идет он мимо организации, она какая-то по холодильным установкам, кажется, была. И видит у них огромные такие вот часы, висят и не работают. А он зашел, говорит, а что часы-то не работают? Да сломались, давно уже не работают. Ну так отремонтировать. Да нет таких мастеров, часы говорят хорошие, но... И он как-то добился к начальнику. Когда часы-то эти он поставил на ноги, на него начали подсовывать все. Он все поставил на ноги. Ну и опять там напился, потерял сознание. Да директор сам его домой привез, так его ценил. Вот эта история с часами. Если бы он не пил, он бы жил еще не знаю сколько. А он прожил-то что-то где-то 37 лет, 25 лет назад умер. Почему? Он все-таки ценил свой талант и примерялся к другим. И вот читаю, я допустим, я говорю, смотри, какой материал нашел. Человек один, он знает это, это, но говорит, область химии мне неизвестна. И он это брал. Область химии мне неизвестна. Алексей брал, мне тоже нет. То есть он как бы пристраивался в ряд знаменитых, талантливых людей и примерял все на себя. И вдруг считает, такой-то знаменитый человек, и он пил. Почему мне не выпить? Это видите, как это детское подражание. Но при мне этого не было. В конце стало проявляться у него, он видимо что-то там выйдет и, ой, прям на канифоле наглотался, аж в глазах темно прям качает. Но я же вижу, что не от канифоля. Это я старался не трогать-то. Но уже началось у нас размежевание. Я когда прямо сказал ему, ты пьешь. Вот говорят, а зачем об этом говорить? Так иначе это не будет другой человек совсем. Говорят, а о мертвом говорят только хорошее или ничего. Это обман. Это взято из римских аналов. Там написано, а о мертвом говорят все или ничего. А не так, чтобы отрихтовать его где-то. Это никому не надо. Вот вышла газета и пишет, 113 любовниц Пушкина Александра Сергеевича, как Королев. Вот это главный ракетостроитель. Он не пропускал ни одной там уборщицы, за которой бы не уволокся. И это все описывает, потому что это его жизнь, иначе он будет. Вот Давыд пал, чужую жену взял, а хозяина убил, 50-й псалом. Зачем Библия показывает это все? Ну, он хороший человек. Павел говорит, что я противостал Петру. Так что Павел был не согласен с апостолом Петром? Да, очень большое разногласие было. И Библия все сохранила. Почему меня Библия привлекла? Я вижу, она ничего не скрывает. И поэтому наш разговор, когда мы ничего не таим. А чего ради таить-то? Ему это не повредит. Если православный, он скажет, положу я за него поклончик, помолюсь. Понимаете, у нас другое отношение к этому. И он эти щасы-то как отремонтировал, а потом его уже начальник-то и полюбил. А потом он устроился в кощегарку, в церкви, в Покровском соборе, улица Ехитина, 137. Знаешь где? В архиве. И вот он там опять на работе накиликался. И его кто за руки, за ноги, его потащили домой. Ну и одна бабушка встрела его и говорит, Алеша, чего ж ты так напился-то? Чуть тепленький. Ну, это было побуждение к покаянию. А он сразу, это настоятель меня заложил. Он тайну исповеди открыл. А то на священников это катит. Ну, какая тайна, когда тебя в мертвецкий стельку пьяного тащат по ограде? Ну, какая тайна-то? Все, кто шли, тебя видели. Скрывать этого, ну, как скроешь-то тебя, говорит. Это мазь за пашистую в кулаке не скроешь где-то. Ну, тут у нас уже начались разногласия. Я прямо поставил вопрос. Или мы, как было у нас, знаемся, или нет. Но уже подходила эпоха электронной техники. Она была совсем рядом. Я думаю, вот, видишь, сын у него пошел по электронике. А отец пошел бы или нет? Я вот так для себя думаю, он бы осилил это все. У него был талант преподавания того, что он умеет. Сейчас я не знаю, кто ему предложил, видимо, я. И ему сказал, ты ремонтируешь, а магнитофон это у нас у всех. И марки разные. Как их ремонтировать? Ты научи маленько. Ну, да. Там диоды, триоды где-то. И он стал проводить уроки и так талантливо преподавал. Женщины все стали с нами ремонтировать. Учился. Да. А это не просто магнитофон. Конечно. Он же телевизором это не смотрели где-то. Это вот я что припоминаю, так говорится, на слуху. И когда мы стали готовить уже более такие похожие на мирские, с оформлением, он стал делать реверацию. Допустим, я нашел книгу. Книга эта тоже попала ко мне почти случайно. Я был в Грузии. И вот теперь который священник, он еврей. А тогда он еще не был священник. Мой крестник. Православный священник, отец на ум. И мы пошли к одной бабушке, он из баптистов, оттуда пришли. И она говорит, у меня вот такая есть книга, там мировая поэзия, она по-другому маленько называлась. Вот, стихи поэтов знаменитых. И иллюстрации Гестава Даля Черно-Белая, и на каждой иллюстрации стихотворения. Там Державин написал, Пушкин. Ну и дальше перечисляется Майков. Вот и все, которые писали там, Льдов. Я почитал, стихотворения-то какие хорошие. Как бы это перечитать-то? Я уезжаю. Мы с ним ушли уже, а я ему и говорю, поедем. Выпросим у нее. Она говорит, она не даст, она никому не дает. Ну, помолимся, может, даст. Вот пришли, я с ней начал говорить. Один из Немпиар бабуня, а вот если бы было другие, услышали бы. А потом я говорю, дай мне эту книгу. Я тебе ее назад верну. А я говорю, давай сначала ты помолись об этой книге. Слух. Баптисты молятся своими словами. И она стала молиться старшинским голосом. Господи, я так боюсь эту книгу отдавать. А вот братик просит. Вот я отдаю ему, чтобы она послужила тебе. Я не хочу, чтобы талант закопанный был. И это я все взял, привез. И теперь сихотворение-то считаю. И смотрю, каким голосом считать. Кого? Это артист. По разным театрам стал искать. Заслуженный артист СССР. Там начитано было. Один считал здесь смерть дочери Ефая. Да даже ты бы знала, и то будешь плакать сидеть. Он говорит, и через рыдание все это произносит. Когда он дочь отдал в жертву. Когда он сказал на фронте, победа будет за мной. Что первое выйдет, я отдам. Ну и вот получилось, она первое-то вышла. Я это все попутно говорю. И вот Алексей мне, я видел, что он может начитать, считал. И там одни стихотворения были такие, что души при Корее, Дафане, Авероне проваливаются в ад. И они падают и кричат. И он это сделал, реверация. То есть, а-а-а, а-а-а, помогите. И он сам кричит, и вот эта реверация-то идет. И после его смерти-то, когда уже слушаешь, страшно делается. Он как будто бы на самом деле себя там видел. Он умер 1 июня, а 1 июня у меня уже лагерь был открыт. И приехала Валентина Ковалева и говорит, а Леша умер. А почему? Около кровати там недопитая бутылка у него была стояла. Ну 37 лет тому, здоровый же был. Вот такое дело. Ну что, у меня впечатление такое было, как будто бы у меня зуб здоровый вырвали. Так его не хватало. Ну что дальше ему сказать? Вот. Это мы все прошли. Четвертое. Расскажите все другие случаи, которые вам запомнились с участием Алексея. Ну с участием его мне что-то запомнилось? Конечно, больше всего по магнитофонам он помогал. И вот когда эту реверацию это делали, и как это делать? И у него было два этажа. На первом и на втором. Как-то так у него двухэтажный был. Там другие были люди. Еще жили-то. И мы там наверху лежали. И в это время в окна залетали летучие мыши. И летали над нами. Ночные ласточки. И он все это сделал. И это где-то на пленках у меня сохранен. Вон мои стихотворения, которые я привез. Помог насчитать. И сделать вот с этим цехом реверацию. А там больше ты ничего не сделаешь. Видимо этого никто не знал. Просто не было этого. Вот какие были случаи. Вот мы приехали с ним в Потеряевку. Допустим, надо на Березовку. Приехали. Я сейчас не помню. Какой это там месяц. Ну где-то в апреле, видимо, где-то. И мы с ним выпили Березовки за день, примерно, по 10 литров. Это вообще. А потом я говорю, знаешь, поехали на Урывку. Там дороги нет. Но как-то проберемся. Где-то по снегу проедем. И там живет мама моей подруга. Ксения. Она была пчеловода. Вместе работали на пасеке. Ну мы к ней поехали попроведать. Она нас там медом накормила. То есть это вот запомнилось. Он всегда был согласен. Вот на то, что, когда знал, что его ждет. Вот в Москву, когда ездил, я его брал с собой. Он был просто незаменимый. Тут отовсюду люди приходили. Он ремонтировал. А для меня это приток новых людей. Вот это вот, что я хорошо помню. Ну что сказать? Сказать еще там по-семейному. Когда она думала жениться, он советовался. Ее Клепикова фамилия была. А как вы не вообще познакомились? Ну она как? В церковь ходила. Мы людей приглашали на занятия по изучению Библии. И она стала к нам ходить. Вот. А он-то стал ко мне ходить. И теперь они встретились. И увидел, что она по возрасту, я не знаю, она моложе его была, наверное. Ну примерно так. Но я говорю, я ее не знаю. Надо съездить. Они из Белокурихи. Мы поехали. Я там дня два побыл. С мамой ее был знаком. С бабушкой. Ее. А у нее я не знал. То есть у него я не знал никого больше, кроме мамы. Больше никого. Отца не знали, да? А? Отца не знали его. Да его и не было. То есть он где-то, видимо, в какой дали потерялся-то. Понятно. Вот. И вот Алексея это подозревали в деле, которое мне потом сказали. Когда я с кем беседовал, каким образом эти записи оставались у меня. Я беседую с уполноводщином по религиозным культам. И вдруг эта запись становится известна. Как? Считалось так, что из магнитофона запись, и у меня через рука в провод идет. Так мы и делали. И здесь я микрофон держу, не видели. Но когда запись была большая, то он говорил, я могу записывать примерно за 300 метров отсюда. А маленький микрофончик поставить в бороде не видно. У меня в бороде вполне голо не видно. То есть они очень сильно интересовались. Это у меня вот в этой книге. Даже если одного допрашивали, там, Маркус, кажется, и спрашивали, Лапкин учил ли вас делать тайную запись. Тайную запись. Мы много записали. Ничего тут не было, что я там, именно люди, которые боялись сказать. Вот священник один, отец Роман, он освободился. Я его расспрашиваю обо всем. Как он сидел? Как он был? И он, Игоня, только никому. А я микрофон держу возле рта его. Только никому. То есть люди боялись. Но теперь-то бояться нечего. Ну да. Все официально. Еще таких записей было много. Староста там церковный. Рассказывал про настоятель Войтовича отца Николая с властями. Там был голосов один. Священник приехал. Голосов откуда-то с Украины, что ли. И он там был чуть ли не полицаем, когда он был мирской человек. И это все каким-то образом узнали. А вот проповедник был такой. А кому он заходил все время-то? Анна. А я у них печь и делал. И она мне все рассказывала. Про них. Про какая там. И вот голосов-то ему дядя был Войтович, который сейчас в Александра Невском-то. А это его отец. Ну и его обвиняли, что он доложил на него, чтобы его место занять-то. И отец Роман говорит, он сидел, и даже отец Николай будто уплакал и кричал. Не я это сделал. Не я его заложил. Они сами узнали кем. Но его чуть-чуть не посадили, этого священника. И куда-то его отправили чуть ли не в щиту. Даже не знаю, какое-то место такое. Какая-то деревня. И он потом этим писал. В пасхальный день я вышел. Христос воскресе, а никого нет. Вообще нет. И он стал проповеди, проповеди говорить. И следующая Пасха, уже люди во дворе стояли, не уничтожились. Это вот то, что я помню, что было записано благодаря Алёше. Тайно. И та женщина рассказывала. И мы эту историю сохранили. А все боялись. Трепетали. А рассказы очень интересные такие. Как люди страдали. Как что было где-то. То есть вот эти... От него уже научились, что делать и батюшка, отец Аким. И пленки вот это массово пошли. Все благодаря Алёше. И один случай был такой. Я верующий. Неправды говорить нельзя. Я... А поехали на картошку. Нас повезли. От работы. Я говорю. Я вот вам расскажу случай, но я не вру. И вы, наверное, никто не поверите. А у меня сосед был. Не сосед, а соседка. Её брат приходит и пьяница. И что их не заладилось? А его звали Владимир Ильич. А этот Леонид Ильич. Ну и что-то там... Я во кто-то гляжу, а между ними уже драка настоящая. И Алёша повалил этого. И одолел его-то. А я говорю. Знаете, я видел на днях, как Владимир Ильич боролся с Леонидом Ильичем. Но Леонид Ильич победил его. Но все знают. Владимир Ильич это Ленин. Леонид Ильич это Брежнев. Да как это может быть? Ну так вот думайте теперь как. Но это реально было. Я прямо видел это дело. Все говорят, или во сне видел, или фильм кто-то рассказывает. То есть вот такие необыкновенные были истории, связанные с ним. Так. Понятно. А характеризуйте Алексея как человека, его черты характера, умения, в чем Бог дал ему талант. Ну талант по ремонту всякой техники машины. Я по сегодняшний день никого не знаю, чтобы так мог делать. И в долгий ящик. Вот ему скажешь, что там причина другая, где-то как-то... Все откладывает, он не откладывал. Если я ему дал знать, тогда у него этих телефонов не было. При личной встрече. Я уже знаю, завтра будет он здесь. Я говорю, мне срочно нужны пленки. Вопросов нет. Он уже стоит, кажется, купил он уже большой мотоцикл. Он уже стоит рядом утром. Рано-рано, а уже заморозок был. У меня колени просто полностью отстыли, кажется. Они куда-то, а до Новосибирска. И мы уже туда покатили. У него один раз этот мотороллер сломался. И он его где-то заехал и у людей оставил. Где-то там Речкуновка или где-то. Ну далековато. Это километров 80 отсюда. А у меня-то не правов нет. Я только на велосипеде езжу. Он говорит, ничего, я научу тебя. Он на другом едет. Его там отремонтировал деталь, привез, что-то сломалось. И теперь меня посадил. И сам передел. Ты за мной ехай, смотри, как я так и ты. Ну я как он, так и я. Едем. И вот его милиционер-то останавливается. А мне-то куда? Я был оттуда. А милиционер-то его в сторонке маленькой. И бордюр такой. Я как через бордюр-то прыгнул. И милиционер еще это рулем мне задел. Мимо него шмыганул. Милиционер на меня. Я уже покатился дальше. А он его еще допрашивает. А милиционер, говорит, ничего так и не понял. Через бордюр мимо милиционера опять соскочил и дальше. А когда ехали на мотороллеры, то обоих каски. Вот. Иногда он за рулем, а то я сижу. Но договорились, как милиция останавливает. Мы сразу, валяйка, не доезжая останавливаемся, и начинаем вокруг мотороллера быстро переходить. С места на место, чтобы они не поняли, кто из нас за рулем сидел. Разберись это. За это мы все обдумывали. Вот. Все как только делать, еще так. Ну что, еще по пластику сделаем. А уже не к пластику речь шла, а о другом. Вот его черты характера. Умел. Был обязательный. Если он сказал, я был совершенно спокоен. Дальше я ему и даю деньги. Деньги очень большие. Он покупает. Мы с ним договорились. Он где-то доработал уже в это время-то. И у него были деньги. Я говорю, бабушек-то не на что купить. И мы шли в магазин и покупали некондиционные магнитофоны. Самые такие. Ну они такие же большие. Все. Ну они прям, ну рубля там 50 стоили всего. Он их все на ноги ставил. Мы пленки, магнитофоны дарили бабушкам. Это его идея была. И через это сколько людей узнали из златоуста, из жития святых. Это благодаря Алеше. Ничего бы этого не было. Меня бы не посадили. Столько пленок у меня не было. Их бы у меня не конфисковали, раз нету. Вот может быть даже не посадили бы. Но посадить все равно посадили бы. Я говорил многим. И суда бы не было. Я 11 лет вел суд после реабилитации. Выиграл процесс. И вот это вот 13 соток в центре города. Представь себе, 13 соток. У меня и огород здесь, и сад. И два дома, в одном молимся. Это благодаря пленкам. Это благодаря Алеше, который помог раскрутить это дело. И сегодня вот это дело знает не один человек и не два. Вот оно написано. И тут заголовок можно даже прочитать. Видишь, нет? Вот этот заголовок. Магнитофонизация всей Сибири. О. То есть раскрутка была невероятная. И когда меня арестовывали, то местное КГБ, а у меня по санкции МГБ, Московское КГБ, то, говорит, считали, что трудится несколько отделов. Ага. Ничего себе. Вот. Ну и вот он допрашивал следователя. Я говорю, Леша, это он работает как? Ну, работает. Дело, говорит, бежит. А упадет, три дня лежит. Они это все знали. Вот, говорит, работает за трех, а пьет, говорит, за семерых. Вот эта беда его изгубила. Вот. Он приноравливался. Такие-то знаменитые люди. Они выпивали. И, конечно, жалость огромная, большая жалость. Где-то. И у него не было... Ну, раз такое дело, значит, нервы-то как... Я не люблю это слово, нервы. Ну, так уже принято это было. Он нетерпеливый был. Нетерпеливый до невозможности. И вот сейчас и сразу. Вот мы ремонтируем базу. А базу ремонтировать, это большая база, где мы принимали. И никого на работу не принимали, только нас. Почему? Краски уходило раза два с половиной меньше. Качество лучше. Ну, и все другое. И Алеша. И я-то не знаю, как они работают. Он же не строитель-то. Ну, я всем второй разряд ставлю. У меня четвертый разряд. Я прораб. Я все организую. Ясно, что не. Ну, и один тут работает. Потом он стал священником. Он работает, ну, прям, ну, а бы, а бы как. Прямо вот, ну, никак. Да нафиг это нужно. Вот я все так и поставлю ему. Ему разряд еще ниже. Леша работает. Покраска. Железо красить. Крышу крыть. Белить. Он везде первый-то. Прошла неделя, я ему разряд повышаю. Который дал. Я его возвысил до четвертого разряда вместе со мной уже. Если ему дал работу, работа буквально брышит и кипит. Это уже не отнимешь. Вот вчера я сказал, помянул его мать, жену его, и его, и сказал два сапога пара. У этого есть другое значение. Два сапога пара, это значит, оба одинаковые, а один другого не лучше, не перетянет. Но есть и значение такое, что один сапог тянет другой. А мы размышляли вчера об этих словах, какое значение. Вот он как раз тот был, который ее тянул. А она, я сказал про нее, я говорю, она черепаха. Она все медленно-медленно делает. Там за смертью посылать только. Но он такой и нужен был. Он шевелил ее и тащил вперед. Где-то скажет ей, не надо, она почти не изменялась. Он изменялся, а она нет. Она на месте стояла. Он сказал, Габришка, да маленький совсем, ты сиди дома. А сегодня у баптистов свадьба. Ну что, что свадьба так? Ну не ходи. А я пойду. Ну как пойдешь? Я же сказал, не ходи. А это он уже понял, что муж господин. Мы стоим, разговариваем. Она как большая ограда такая, она как коза, прыгнула через ограду. И снеганула, и баптистам этот лежит там, ребенок плачет. То есть совершенно она не знала, что такое себя смирять. Я говорю, вот, когда мы отдельно молились за дом, мы выйдем и скажем, выйдите из дверей, уходите. Второй этаж. Люди за нами смотрят. Она выйдет и перед дверями будет стоять. Ей мы отказали приходить к нам. Ему это, конечно, все было очень неприятно. И выдержки у него не было. Ну и отсюда все остальные выводы, какие были. Он это знал, приходил, каялся, говорил. И что делать? Только не прикасайся к руками. Этого нельзя делать. Нельзя. Ты этим ее не исправишь. Ты видишь, ее оглобно и бей. Есть такие бабы, которые вообще не подаются. Ее легче ухлистать. Никак, только молись. У меня тоже она не сахар. А что не так, я в уголок начинаю молиться. Она маленько там заговорила что-то. Я прекращаю обедать и завтракать в уголок. Молюсь, обернусь. Она рядом стоит, молится. Я только за стол сяду. Она опять, как говорится, бухтеть начинает. Что-то недовольна, что-то я не завез. Там угля или... Ну, я-то такой хозяин тоже. Я опять ложку положил туда. Третий раз уже некто садится мне на работу. Так она так переживает. Ушел на работу. Да не ел. А ты когда, говорю, если ворчишь и готовишь, пищи не буду есть. Она мне желудок прожилкает. И он-то все это слышал, а применить-то к себе никак не мог. Терпения не было. И он так, не так, значит, так и. Свеча в дребезге. Даже один раз, она, кажется, думала так, что Библия сохранит, защитит. И он даже Библию порвал у ней в руках. Пришел и говорит, что я наделал? А что ты наделал? Ну, вот не слушалась. Да я как свечой дал, свеча там, сяриною в дребезге разлетелся и Библию порвал. Вот. Тут ничего нет. Это дело прошлое. Так, значит, знать, о чем молиться. Я его, конечно, здорово, у нас называется, не упрекал, а щувал. Щувал, то есть, как бы, толкал. Что этого нельзя, никак нельзя. У него были там где-то какие-то неурядицы. Но я его побуждал к молитве. Всегда. И он соблюдал все посты. Не курил. Этого у нее не было. Но вот это вот беда была. И он как бы этим приближал себя к очень знаменитым людям. Вот эти какие. Вот он Эйнштейн. А он пил. Вот возьмите, Фадеев, писатель. Молодую гвардию пишет, а запился и застрелился. Маяковский пил, застрелился. Я тоже талантливый, я тоже пью. Но это же не как хорошее качество, которое надо брать у этих известных. Теоретически так, но как только я уже сказал ему полностью, или мы знаем все, или ты не делаешь. Он отошел, и тут он просто под откос полетел. Он боялся на глаза попадаться, и вдруг исчезнет. Два-три дня нету, где Леша куда-то уехал. А он никуда, он в сарай уйдет и там отсыпается. Сколько людей погубили люди, которые все это готовят, эту жидкость-то с ними было. Ну вот, я очень боялся, что это отразится на детей, на зачатие. Очень сильно. Потому что это сказывается, но Бог пил его, как будто бы ни один не пьет. По крайней мере в этом. И умом Бог не обидел его. Послезавтра ему исполняется 25 лет, 1 июня, как он отошел в вечность. Что интересно, о нем молитвы почти нету. Я всех помню о нем, как будто бы бесполезно молиться. Я не знаю, я опять вспоминаю, опять молюсь, коротенькое время. Не тяжело, не легко молиться, а просто никак. Я на молитве себя проверяю. Вот человек такой, ты не знаю, помолитесь, а мне начали на молитве, и у меня на душе радость. Я сообщаю, я говорю, этот человек хороший, хороший, он прислушается. Это Бог на сердце полагает. Вы про сестру молились мою? Молился. Ей легче стало, слава Богу. Мы молились, я другим объявил, и мы молились прямо по направлению. Спасибо Господи, уже ей легче. Ну, вы знаете, помните, когда вы пошли с архиереем-то тут на прописку? Ты уже в обед дело все разрешилась, это Бог делает. Очень быстро все, и даже как не думать. Это, понимаете, наша молитва ничего не значит, она просто открывает двери благодати Божией. Но так как навык есть, я все время упражняюсь в этом и смотрю. Сейчас уже пошел. Так, может, у самой что-то есть еще? Ну, талант его я подсказал какой. Вот черты его характера, какие он был. Кучерявый, очень хороший-то. Она влюбилась в него с первого раза. Вот. И вот она, я вот приезжаю, говорит, я ее прокатил на мотороллере. Вот. Она сидела сзади, меня обняла. Вот ты смотри, к ней не прикасайся. Не знаю. Да нет, да я как. Ну, молодой же парень-то где. Вот так-то. Ну, съезд я к родителям, познакомься. Ну, родители, там, мать-то ее, она души нещает. А мать у нее такая добрая-добрая. У нее все такие слова, Елена, и все хорошие. Ни плохой не взгляд. Она Алешенька, Алешенька. Саинсия, да? Да. Очень хорошая. Ну, я говорю, как я все знаю. Она такая же бабушка была. Но бабушка более была практичная. А мать-то, она маленькая не такая. Это я где знаю, знаю только. По ким местам мы ездили, там, брали черемшу. Ну, это все такое простое было. Он везде был одинаков. При мне. При мне. То есть у него на все хватало как-то захватить. Это я остановлюсь. Леша, посмотри, как жаворонки поют. На молитву он сразу становится. Никогда вопросов таких не было. Если что-то сделать, но особенно по своей специальности, тут он не имел равных. Я по сегодняшний день практически думаю, никого таких нет. А он был бы не последний, кто сегодня программистами называется, который ремонтирует. Вот. Он прямо сходу схватывал. Что-то, я не знаю, какое-то дело было у него. Собирали материал какой-то. И он прямо откуда только нащипал. Принес промассонов. Тема была опасная, но нужная. Ну, а так как он многого не читал, он только слушал то, что я начитывал. Сам он почти не читал ничего. В доме своем было. Если я к человеку отрицательно относился, на нем сразу это налагало печать. Он к нему отрицательно относился. У него на квартире жил один тут Николай Олегович Шевченко. Ну, комнату ему отвел. Ну, вот это полки-то надо сделать. Он ничего не делает. Ну, я говорю, ну, Каш, ты живешь на квартире, ну, хоть полки-то сделай. У тебя книг много, ты все заставил-то. И он вот тогда сразу на него уже наседает. И все, везде. То есть он абсолютно признавал мой авторитет. Если я выношу такое решение, он-то не раздумай, поднимает руку, он уже голосует где-то. И когда вот суд-то был, не суд, а еще до суда, под следствием был его показания, вот я прочитал. Ну, тут, видимо, может, что-то пропустил я. Он оборонял меня, а это и нужно было показать, что я не имел никакой прибыли-то. И свою аппаратуру он спас. Я у него кое-что хранил, но в это время успели перенести. Он сказал, у меня нету. А там одна была, которая стала потом здесь населиться на Югумении. Шишкина, Раиса. А потом она Ксения была, там еще кем-то она была. И она говорит, а Игнатий прятать унес Клеша. То есть заложила его. Ну, а когда спрашивали, он говорит, у меня ничего нету. У него жила Бакланова Антонина Георгиевна. Она была беспризорная. Детей у нее отняли. И она одна была из подпольных, эти, Тихоновцы, монахини. А когда они, 32 человека, пришли через мою проповедь в храм, я их привел к епископу, их утвердили в тех званиях. Ну и она жила у него на партии. И она это все видела и приходила ко мне, и мы вместе молились. Ой, как неладно, все скажет. Она его совсем-совсем не слушается. Она приходила ко мне. Она была очень послушная. И она не возражала, а приходила только ко мне и говорила. А когда Леша-то начал маленько, он говорит, да как же ты ее возил-то ее в Тольменку. Так она легкая. Она села в люльку, это там одни тряпки. Даже вот это слово, что одни тряпки, как будто человека нету, показывает, что они старобрядцы. Старобрядцы так не скажут. Вот. И он к старобрядцам больше не ходил, и эти теперь дети его здесь, и он никогда уже туда не ходил. А один раз приходит и говорит, что-то, наверное, неладно сделал. Как? Ну вы же говорили, в храме разговаривать нельзя. Ну так я говорил. А они разговаривают. Бабки-то. Ну еще я подошел, сказал, не разговаривай. Она разговаривает. Он подошел, еще будешь разговаривать, как сейчас брязно, так ноги протянешь здесь. В храме. Я говорю, еще, Алексей, да разве же можно это? В храме, да бабка же это, мать тебе. Ну она не знает, может быть, помануть надо пальцем, вывести, маленько рассказать ей. А он никаких не так, значит, бабку в отвал. Ну что возьмешь? Как было, я вот ничего не скрываю. Я говорю, какой он был хороший, и в то же время воздержанности у него не было. А Библия говорит, владеющий собой лучше завоевателя города. Ему ничего не стоило с этим покончить. Тем он был среди нас, где никто в рот не брал алкоголя. Ну вот так она зеленая, змей зеленый, опутался вокруг шеи. Он и подставил подножку. Для меня он, вот все, что есть, книги вышли. Книги из-за чего вышли? Из-за того, что я сидел, и дальше как-то-то все, все одно содействовало к одному. Ну книги-то без него уже были, он их не знал. Кажется, вообще уже он этого не знал. У меня после материала, 14 газетных материалов вышло. Это все потом было. Но с этим он был бы связан очень близко. Распространять, где, как, говорить, вот с пленки сделать известным, это он как огонек был. Я его так и звал, огонек. Вот. Ну и сыну его, надо поучиться у него. Я говорю, а что-то только, как тихтя-то. На турнике ни разу не подтянешься, висишь как груша. Это не годится. Вот. Посмотри, какое отец-то был. Он такие, мог на турнике, где угодно, любую фигуру выложить. Неутомимый был в этом дело. Он жалуется, что ты пищу пересаливаешь. Так? Стараюсь уже. Стараюсь и не делать. У меня все время, Надежда Васильевна, пересаливает. Я ей уже не доверяю. Меня зови, когда надо посаливать. Ой, я забыл, это два раза. Ой, я забыл, и опять. То есть, в этом что-то есть. Не надо забывать. Потому что, это вредно, это здоровье. Вредно. И не перекармливать. Не пересаливать. Вот он мне говорит, а так готовит, то есть, так готовишь, я не могу, вроде, отказать. А он так привык, почему-то говорит, сколько вот, есть надо все съесть. Но съесть, это когда ты начал. А когда ты не садился, то и не надо еще есть. Он мне сегодня говорит, да я могу не есть. Я говорю, ты можешь неделю вроде не брать. Ты как морж на льду. Ну, работать тоже надо. А работа, работа такая. День и ночью на работе, там, не переделывай. Ему не надо, не надо. Он будет сильно болеть и скоро умрет. Ему скажи. Выхода никакого. Сердце не может накачивать лишний центр. Не надо это. Абсолютно не надо. А как лечиться? Ко мне переходить сюда на неделю? У меня один был знакомый, но тоже что-то забарахлил и стал пить. Ничего не могут сделать. А я ему говорю, ко мне на неделю. А у него мать больная. Ну, на мать мы с сестер подговорили, сестра походят-то. Он через неделю оправился как надо и все. Потому что каждый день молитва дополнительная, чтение Слова Божия. И Господь так вот все это делает. Я могу все это показать, что не просто слова, а прямо протянуть руку и показать. Вот это он, 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 он. Как это было. Ну вот память ему, да, упокоит его Господь в обителях небесных, да простит его согрешение. Говорят, последние минуты неизвестны. Неизвестны. Я не знаю. Бог его не отрицал и Бога огорчал вот этим делом. Меня рядом не было, говорю. А если бы был рядом, я бы похолотил все бутылки. Взял молоток, в дребезги разнес. А он бы вас побил, нет. До этого я не допускаю даже. Даже в таком состоянии он оправдывался, вот канифорий, нюхался, чтобы не показать, что он так, он ценил это, дорожил. Это то, что у нас сохранились фотографии, где мы стоим. Он очень видный был. У него кудри такие, сильные кудри были. И они прямо из-под шапки вылазили. Это фотографии, может, посмотришь потом. Не знаю. Ну вот, что у меня есть. Один раз приехали в гости, а она была мне близко знакома и думала, что я на ней живусь. И она приехала сюда с отцом. И у него остановились. А он сделал так. Их на втором этаже оставил, а сам в шкафу вставил микрофон. И о чем они говорят, он внизу. Ну, отец что-то полез и там нашел. Ей кричит, Нина, тут запись идет. Ну, мы заглашили. Вот. Что они там говорили? Как? Можно или нельзя было как-то помочь им? Вот. Ну, отец спил и дочь запилась вместе с ним. Видишь, у нас как-то у меня отец спил. Отец спил, он не пьяница. Пасет целый год, не пьет. Ну, вот осень скотину начнет овечек раздавать, и в это время ему знак уважения дают. Дает он, как и люковицы, меры никакой не знал. Ну, а выпьет, значит, и слова нехорошие там, и прочее. А потом перед смертью заболел рак или что у моего отца Тихона Дмитриевича было. И покаялся, вызвали священника там. А уж как Бог примет. Здесь-то этого не было, ни священника, никого, опаснее состояние. Вот он говорит, он прожил 70 лет и 25 лет не живет. Видишь как. Прожил 37 лет. Жил 37 лет. Ну, 37 лет, ну, маловато все же. Маловато. Маловато. И он вполне мог бы жить, если бы не эта штука. А сердце, оно, ну, не может гнать какую-то горесть такую. Ему нормально надо. Ну, у нас не было так, чтобы мы здоровые были. Он где-то восстал там или что-то. Никак. Вот мы ехали дорогой. Я сказал, если есть, то только одновременно поели. До обеда. С обеда опять. А если нет, значит, подчиняться. А не будет подчиняться, обед выбросим в окно. И вот едет она с нами. И началась такая какая-то Вася у нас. Ну, я говорю, ты нарушаешь условия, по которым мы поехали. Леша тут же был с нами-то. Ну, все приготовились, все ноги обратно на полок. И все легли, поняли, обеда не будет. А что, набралось сметану, хотела, в окно выбросили. Все. Блажь закончилась. У меня один раз было, я говорю, у нас принято так, пряник на двоих. Ну, пряник-то небольшой, но вот такой вот пряник, но он даже меньше, почти как часы вот эти, это за телефон. Ну, и вот ушли наши девчонки. Одна из них, это Валя Барышникова, вот она к нам ходит сейчас. А другая была, Галя Голодких, с нами ездила. Пришли, гляжу, у них тут все это, даже щеки запачканы. А что вы съели? Пряник нашли съели. Да какой же это пряник? А тульский пряник, он огромный. Тульский, ну, а я же не знал, что тульский такой пряник там. Мы не нарушили устав, съели, руками развел. Ну, тогда идите покупайте, всем, чтобы такое было. Вот так. Вот воспоминания о нем, как о хорошем мастере, который пошел не тем путем. Я о нем жалкуюсь всегда, и когда память приходит, и помолюсь. Я везде говорю, не бойтесь, Алеша, значит, вот то, что магнитофонизации не было, дальше, вот этого дома могло не быть, меня не посадили, потому что посадили-то за магнитофоны, за записи, вот этого бы не было, и церкви не было, то есть многого-многого не было, бы это было на нем. Он был центральной фигурой, хотя он считал, что я, ну да, я мозговой центр был, но главное-то, на чем, с чего раскрутка-то была, это он, его вы знали очень далеко. Вот у меня все. Вопросы какие-нибудь есть? Спасибо, Господи. Ну, уже все. Это твой был бы тесть. Да. Жалко, что... Или свекор. Свекор. Свекор, да. Свекор. Да, жалко, что не увидела его. Ну, так, я думаю, он нашел бы язык с тобой с полслова даже. У него характер в этом вопросе, знакомство с людьми, с людьми было, ну, приемлемой, вполне даже. Не назовешь мягким, но он как-то быстро так находил человеку, помочь человек к нему, располагался, и дальше он уже шел впереди. Ну, а Саисия Николаевна, они как общались с мамой, Надеждой Николаевной? Я не знаю как, но думаю, что очень хорошо. Я так думаю, когда я у него был с ним, он меня туда увез, тещу-то показать, и у нее были где-то там, а она там, лёшенька-лёшенька, она вокруг него прямо писала. Как это поется, один раз в год сады светут, она маме сказала, и мать, говорит, и скрывала слез, радовалась за нее там, слова такие. Вот она примерно такая же была. Вот. И у него есть фотографии, там где-нибудь бракососчитание было, но влияния моего уже там не было. Ну, не было, и так пошло. Ну, тут уже, другая техника пошла, я заново после тюрьмы уже к магнитофонам не возвращался, а только на старом жилу что-то вернули, что-то нашли, а потом все это оцифровали, что начитано, и все у меня стоит на нашем сайте. Сайт к истине один народ или просто, кто желает, заряди сайт во свете Библии Игнатий Латкин. Сразу откроется по-русски, запиши. Или форум, точно так же, заряди, на форум выйдешь. Видеоканал у нас. Это все здесь есть. Вот я могу даже показать, Миша, повернешь, покажи здесь. Вот. Это вот мейл.ру мой. Вот это вот видеоканал. Вот я покажу. православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Видно, нет? Вот. А вот это вот у нас наш форум. Вот православный форум Игнатия Латкина. Вот он где. Это 1500 тем разных тем. А вот наш видеоканал, это вот сейчас я могу даже показать, сколько у нас тут менеджер на видео. Смотри, сейчас цифра покажется. 2887 роликов. Это наши. Чужих ни одного нету. Вот оно где. Вот сегодня тоже поставили где-то. Дальше. Вот если я сейчас сюда поставлю, вот это наш сайт. Вот он открывается. Во свете Библии. Православный библейский сайт. Видишь, какой он. Вот 55 папок. Все это ответы здесь. Я посмотрел, сегодня зарядил в моих книгах, вот там для Слова Божия нету, Слова Речкунов я встречаюсь 11 раз. А во всех книгах уже его не было два раза. я где-то его упоминаю. Два раза. Ну, я просто говорю, как есть. Вот это мой мир. В моем мире тоже многое. Тогда как-то фотографий было мало, мы затем не занимались. Главное сделать известным Слово Божие. вот так. Ну, что, все, я показал. Вот. Больше у меня тут ничего нету. Это очень большое богатство. Ну, и все, если ничего нету, мы сейчас помолимся, поблагодарим Бога. Ничего больше нет? Ну, нет, все. Спасибо, Господи. Слава Христу. Сейчас я посмотрю, где у меня тут это есть. Вот. Дать-то нечего, он отсюда возьмет. Я закачаю два варианта, и он из них посмотрит. Обрабатывать будет, не он, видимо, там, Михаил Кальмаев. Вот это у меня не сначала идет, но достаточно, это уже записалось много. Ну, а это-то у нас полностью идет. Я вот сейчас называется там конвертация, ужатие в два раза меньше. И дальше я сразу поставлю. К утру я уже почти закачаю. К утру. Все. Вот моя кошечка пришла, вот она пришла, Надежда Васильевна и кошка. Ой, считали такая вредная, она до того хорошая. Ласка. Так, здесь стой там оттуда, смотри, ну ты здесь рядышком встань, надень платочек на твой. Господи Божий наш, слава Тебе. Велика милость Твоя, Ты продлил нашу жизнь. Ты ждешь нашего покаяния, исправления. Прошу Тебя, Господи, и усопшему Леониду Алексею, прости всякое согрешение, вольное и невольное. Если что, можно сделать. Пощади Его душу. Тебе слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аллилуйя. Все. Во славу Божию. Спасибо, Господи. Давай. Так, держи, пока я сейчас туда заберу его. Вот, мариночка, отсыпись. Вот. Ну, давай. Давай, я тебя сниму. Ты снимал у меня, Михаил Петрович. Вот так. Ты пришел. Хорошо, что мы снимали на это. Иначе бы там просто не было ничего. Я не включил. Я еще не очень опытный в этом деле. Все, во славу Божию. Выключаю. Спасибо, Христос. Отошел. Там тоже выключается. Что? Так, что-то нужно для меня? Я не включаю. Христос. Я сильно как раз звонила, когда вы записывали. Ну, не взяла трубку. А, не взяла. Еще никуда не денется. Потом на трубку перезвонил. Я прям сразу начинаю. Выключайте, наверное, на компьютере. А то записывайте дальше. Ну, сейчас на компьютере надо посмотреть, как записалось или нет. О, я его и не выключил.